Всем привет друзья! На этом видео хочу дать вам схему изготовления крепления для установки искусственного гнездовья. Также дам несколько методических рекомендаций по установке самого гнездовья и также его изготовления. Я уже делал фотографию, которую разместил у себя в инстаграм, в фейсбук, вконтакте, на своей страничке и в группах кров. Там на фотографии в принципе все эти пункты тезисно указаны. Значит, чтобы нам изготовить гнездо, гнездовье искусственное для криковой утки, это делается преимущественно. Также туда могут селиться и другие утки. Были случаи заселения и лысух в том числе. Для изготовления одного гнезда, самого гнездовья, не крепления, а гнездовья, нам потребуется сварная сетка. То есть, кто не знает, то есть сетка рабица, а есть сетка сварная. Сварная она состоит из таких вот прутков, тонких проволочин, которые между собой сварены. То есть, она держит форму, а рабица, она переплетенная между собой, получается, таким вот образом. Она не подойдет для гнездовья. Значит, нам необходима сварная сетка ячейкой не менее чем 3 на 3 сантиметра. Соответственно, вернее, не более чем 3 на 3. Можно и меньше, но не больше, чем 3 на 3. Это необходимо для того, чтобы не выветривался наполнитель. Значит, для изготовления одного гнезда нам потребуется длиною, такая, скажем, полоска 250 сантиметров. Длина, ширина его, вернее, ее, этой полоски, соответственно, и длина нашего, размер нашего гнезда будет равняться 80-90 сантиметров. Ну, будем брать, скажем, 90 сантиметров. 90 сантиметров. То есть, соответственно, получается, ширина полоски у нас 90, длина 2,50, и ячейка у нас 3 на 3, не крупнее. Мы пробовали, брали 50 на 50, она, да, дешевле получается, но, как я и раньше говорил на видео, скупой платит дважды. Лучше, конечно, взять 3 на 3, и нужно ее брать. Значит, сворачиваем, каким образом делается. Буду рисовать как бы в разрезе. На ровный стол или на ровную поверхность на пол укладывается сетка сварная. Один край у нас подгибается, вот я его подгибаю, и фиксирую по всей плоскости стыка стяжками или лучше вязальной проволокой. Вот этот вот диаметр внутренний, он должен соответствовать 30 сантиметрам, то есть не менее 30, больше, конечно, тоже нежелательно, потому что хищник будет залезать более крупно, чем ворона, скажем, или сорока. 30 сантиметров формируем внутренний диаметр. Далее вот это место закладываем наполнителем. Наполнитель мы используем сено или солому. И дальше полностью этот цилиндр подворачиваем сюда полностью, оборачиваем. И получается у нас как слоеный пирог, то есть у нас будет внутренний диаметр и внешний диаметр. Но все это будет выполнено с одного куска материала. Здесь у нас, соответственно, будет прослойка. И также вот это, когда подвернули сюда гнездо далее, и также прикрепляем вязальной проволокой. В общем, что касается гнезда, понятно. Вот у нас схемка. Можно поставить на паузу и посмотреть. Еще раз повторю. 90 ширина, 250 длина, 3х3 ячейка не более, чем 3х3. Внутренний диаметр 30 сантиметров должен быть, где будет само гнездовье. И наполнитель. Ну, вот эта вот толщина наполнителя, в принципе, 4-5 сантиметров будет достаточно. Можно поплотнее его туда запрессовать, чтобы дольше держался. В общем, на паузу поставите, посмотрите эту схему. Переворачиваю лист, рисую схему... Да, тут не очень удачно. Ну, ладно. Рисую схему изготовления самого крепления. Значит, для изготовления одного крепления нам потребуется профиль. Я его сейчас здесь нарисую. Вот он, профиль. Это у нас будет столбик. Можно использовать профиль, можно использовать трубу. Профиль... Я сейчас говорю пример. Если мы используем профиль 40х40, соответственно, другой профиль нам нужно будет размером 35х35 или 30х30. Но логика понятна. То есть, это у нас будет коренной столбик. Его длина должна быть 2,5 метра. Его длина. Это у нас будет столбик, который будет вставляться внутрь. Далее я сейчас расскажу, каким образом. К этому... Длина этого профиля 50 сантиметров. 50 сантиметров. К этому профилю приваривается... Ну, можно точно такой же профиль приварить буквой Т. Соответственно, вот так вот привариваем. Что у нас получается? У нас получается буква Т. Длина верхней поперечины у нас должна соответствовать длине гнезда или можно чуть-чуть поменьше. Соответственно, если у нас гнездо, как я рисовал, 90, можно использовать 80. 80 сантиметров по всей поверхности гнезда. То есть, получается своеобразная буква Т. Здесь приварено. Также нам необходима проволока, катанка. Диаметр этой проволоки 6-8 миллиметров. Рисую. 6-8 миллиметров. Проволока-катанка. Длина ее также 50 сантиметров. Извините. 50 сантиметров. Два куска на такой проволоке. Ее привариваем таким образом. Привариваем ее посредине проволоку. Соответственно, 25-50 делим пополам. 25 привариваем. И вот эти усы загибаем по контуру гнезда приблизительно. Соответственно, от краев отступаем. Если это 80, то сантиметров 20 можно отступить от краев. То есть, тут идея такая, что это люлька для гнезда. Мы туда просто укладываем гнездо. И вот с этих двух сторон фиксируем на вязальную проволоку гнездо. Соответственно, у нас не будет отклонения горизонтального и вертикального гнезда. То есть, оно будет стоять вот мертвым в этом положении. Не будет шататься ни в бок, ни, как говорится, по плоскости. Соответственно, когда у нас готово это крепление, буква Т, так называемая, для чего два разных профиля. Здесь мы сверлим одно отверстие. Можно это делать на этапе изготовления. Я просто так нарисовал, чтобы было удобнее. Одно отверстие. Здесь мы сверлим три отверстия на равных расстояниях. Соответственно, это необходимо для того, чтобы мы вставили этот профиль в этот столбик. И при изменении паводка, к примеру, могли менять уровень высоты гнездовья. Уровень можно менять гвоздем, к примеру, там, двухсотом. Или обычным болтом. От руки наживленным, к примеру. Или можно затянуть его полностью. Без разницы. Как вам удобно. Идея такая, что мы меняем высоту. Соответственно, вот такая вот схема. Эта схема самая практичная, самая надежная из всех схем, которые только могут существовать. Да, она как бы не бюджетная. Но, поверьте мне, мы пробовали делать бюджетные схемы. Делали из дерева. Делали, варили всевозможные платформы. И все это как бы приказало долго жить. У нас условия такие, что снег наметает на гнездо, потом оттепель, гнездо ломается. Но, в принципе, обо всем я говорил ранее на видео, на своих. Поэтому повторяться не буду. Кому интересно, посмотрим. Вот повторюсь, единственное, как мы это делаем. Значит, нам необходим профиль 2-2,5 метра длиной. Мы его будем забивать в грунт. В профиле просверлены отверстия. В этот профиль будет вставляться само крепление гнезда. В нижней поперечине, которая будет вставляться в нижнем профиле, буквы Т, сверим 3 отверстия. Оно будет вставляться у нас в этот профиль. Соответственно, если вы используете трубу, то у вас труба должна быть одна, например, 40, вторая 35 или 30. Желательно брать меньшую разницу, чтобы меньше качалось. Далее, привариваем поперечину размером 80. То есть, эта высота у нас в профиле 50 сантиметров. Привариваем поперечину 80. Важно хорошо приварить, чтобы надежно держалось, потому что нагрузки будут большие от снега, от ветра. Гнездо намокнет, там много сена, и может вот в этом месте соединение отломаться. Далее, к этому, к этой поперечине, собственно, платформе гнезда надо приварить две проволоки, два уса проволочных, длиной 50 сантиметров, 6-8 миллиметров в диаметре, катанка. Можно приварить шинку узкую, тонкую. Что у вас есть, то можно и приварить, в принципе. Важно, чтобы сформировать контур, и гнездо лежало как будто в люльке. Соответственно, никуда не качалось, ни горизонтально, ни вертикально отклонения не было. Длина этого, как я и говорил, 80, соответствует длине гнезда. Можно сантиметров на 10 сделать меньше, чтобы сэкономить материал. Соответственно, вот такая вот схема. Ставьте на паузу, смотрите. Надеюсь, все было понятно и доступно. Теперь вкратце я пробегусь по основным пунктам, скажем, тезисно. Я уже их оформил, как я говорил. Давайте прям прочитаю вам сейчас, зачитаю. Значит, необходимо найти заболоченное место, где обитает утка. Гнездо не привлекает уток в местах, где их изначально нет. Но это логично, да? Если вы поставите на пруду у себя возле дома, если их там никогда не было уток, они не появятся. Нужно искать места для гнездоя, где уже обитает утка. Ставьте гнездоя с учетом весеннего паводка, чтобы не было подтопления. Преимущественно, это, конечно, береговая линия. О чем я и говорил, в конструкции уже изначально заложено изменение паводка, потому что может весна разная быть в этих угодьях, скажем. Располагайте гнезда под углом 90 градусов к преобладающим ветрам. Это как должно выглядеть. Соответственно, береговая линия. Мы гнездо ставим в этом месте, вдоль береговой линии. И располагаем его таким образом. Соответственно, что ветер будет с большой воды, дуть и гнездо не будет задувать. Соответственно, меньше будет выдувать внутренний наполнитель. Расстояние между соседними гнездоями не менее 20 метров. Ближе ставить не стоит. Также выбирайте места рядом с тростником, камышом или другой водной растительностью. Хорошо подойдут поймы или открытые болотца в водных зарослях, окраины тростника, камыша. То есть, важно, чтобы у вылупивших утят сразу было рядом укрытие. Не ставьте свои гнезда в густых зарослях. Они должны быть заметны для уток. Также не ставьте гнезда на пни, кусты и деревья. В этом случае гнездо может разорить куница, например, или енот, или хорь. К чему я и говорю, что металлическая опора самая лучшая. По ней не залезет ни один хищник. Ставьте гнезда, как я вот и говорил, только на стойках. Это исключит разорение хищника земли. И устанавливайте гнездо на уровне глаз. Это будет удобно при проверке гнезда в последующем. И ни в коем случае не делайте посадочные площадки по краям гнезда. Мы также их делали, это было ошибкой. Важно, чтобы гнездо заканчивалось краем гнезда. Утка залетит, поверьте. Площадка не нужна посадочная. На эту площадку может сесть хищник и разорить гнездо. Лучшее время, конечно, для установки гнезда – это весна. Но можно и осенью, и летом это сделать, когда у вас есть время. Но лучше, конечно, весной, потому что утка может сделать несколько выводков в этом гнездове. Используйте. Что используйте? Значит, старайтесь ставить гнездо так, чтобы оно не качалось. И хочу сказать то, что утка может не сразу занять, не в первый год гнездове потребуется время. Как правило, это 2-3 года необходимо, чтобы утка привыкла. Но бывают случаи, когда и сразу занимает. Но в целом нужно рассчитывать, что 2-3 года гнездо может пустовать. Но не теряйте надежду, проверяйте каждый год гнездо, проверяйте наполнитель, чтобы не выветрился. И меняйте каждый раз подстилку внутри гнезда. Она должна быть мягкая, из сена. Соответственно, не забывайте про это, что ее нужно класть в гнездо изначально. Как в скворечник мы кладем наполнитель, так и в гнездо. Также ведите борьбу с хищником. То есть, это ворона, сорока, которые обитают в районе ваших угодий, где выставлены гнездовья. Ну вот, наверное, и все, что я хотел рассказать по гнездовьям. Больше тут сказать, дополнить нечему. Поэтому, вот смотрите схемы, ставьте видео на паузу. И смотрите, делайте гнездо я. Всем пока, всем до скорых встреч. Кому было интересно видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это поможет мне для дальнейшей работы.